Данное видео не несет в себе цели оскорбить чьи-либо чувства по религиозным, гендерным и каким-либо другим признакам. Все высказывания носят сугубо юмористический характер, все материалы используются в образовательных целях. Кроме того, нужно сказать про УВО еще одну важную вещь. УВО это и самые важные отщепенцы в украинском движении. Все более-менее адекватные украинские эмигранты от них отнекивались, потому что, знаете, ну я, конечно, украинский националист якобы, но это уже перебор немного. И как обычно бывает в таких обществах с низким уровнем интеллектуального сознания и высоким уровнем террора, они раскололись совершенно правильно. Еще даже не начав свою деятельность, в марте 23-го года уже окончательно был оформлен раскол. В середине января он только зарождался, и это было уже собрание в Праге, второе собрание в Праге этой организации, где во время самого заседания было объявлено на организационном съезде о создании Украинского войскового союза. Но Украинский войсковой союз существовал парочку месяцев, он так и не стал реальной силой, он типа вот как... Это как Йомобиль. Если кому-то непонятно, что за УВС, это вот как Прохоров с его Йомобилем. Вы слышите что-то такое знакомое на краю сознания, но вы понимаете, что это вообще... Что это за... Ну, услышали и ладно. Не важно. Он исчез. Она растворилась. Так вот, УВС стремился к чему-то, но так и не достиг этого. И вместо него в ноябре 26-го года был образован Союз Организации бывших вояк армии УНР. Звучит это сокращенно очень смешно. СОБВА! СОБВА! Но мы не о СОБВе будем говорить, мы будем продолжать историю УВО. Итак, вы бравые интеллектуальные, малоинтеллектуальные, но зато очень резко, резко против всех остальных повстанческих, околополитических, леволиберальных и либеральных националистических сообществ Украины в изгнании, проводите собрание в Праге, собираетесь в Праге, а террор осуществляете на территории Галиции. Вам нужны деньги, вам нужны деньги. Вам остро нужны деньги, откуда взять деньги? Деньги надо брать. Откуда деньги надо брать все-таки? Деньги надо брать. Тем более вы на территории другого государства находитесь, вам едва ли дадут деньги от своих. Вы действуете на территории Польши. Это очень важно. Все, что вырастет в Украинскую повстанческую армию, действует на территории Польши с самого начала. И только когда территория Польши, на которой они действовали, станет частью Советского Союза в 40-м году, ну в 39-м формально, в 40-м уже начнет по полной программе, когда будет заключен известный пакт между Германией и Советским Союзом, поделивший территории по Нареву, Вислы, Сан, Польшу, тогда они будут де-факто работать против Советского Союза. Но это самое интересное и самое любопытное, о чем мы договорим, и это вытекает из нашего размышления. Ого! Оно было против Польши, но не против Советского Союза, ведь действовала территория Польши, и ее ячейки боевые находились на территории Польши, и основной удар получала Польша! Итак, друзья, откуда взять деньги? Надо взять деньги! Надо взять деньги, друзья! Эти люди требуют денег, они хотят ваших маний! Ни одна революция национальная не осуществляется за бесплатно, товарищ! Хлопец! Ни одна революция не осуществляется на чистом энтузиазме! Нам нужны донаты! Донаты как можно выколачивать, друзья мои? Попробуйте встать на место этих людей! Вы можете предложить любой способ наполнения кошелька! Конечно, это было бы неплохо запустить стрим, но они все-таки силой, да, как силой заставить? Силой молчать на камеру! Хорошее предложение! Итак, бандитизм! Наемники! Ну, знаете, есть что-то более интересное, чем просто бандитизм! Вымогательство! Кто-то сказал, да, отличное слово! Но помимо вымогательства они занимались этим довольно часто! Что еще? Боевая террористическая ячейка спящая на территории Галиции нуждается... Нуждается... Денег у немцев! Да, вы правильно думаете! Ведь давайте позовем старых друзей-фрицев! И этот старый друг стал Конрадом Пацегом! Это Конрад Пацег, а это его связной Рико Ярой! Рико Ярой, и тут прямо комбо-бинго, был австрийцем чешского происхождения под псевдонимом, и это тоже смешно, майор Карпат! Его еще назвали Сотник! А еще у него было довольно смешное прозвище Ратмайстер! В общем, Гигачет, самый последний, самый яркий, самый влиятельный, самый мощный из тех, что появились после объявления об УВО! Рико Ярой с 21-го года возглавлял сеть УВО в Германии и занимался поиском донатов! Да, он искал донаты! Он должен был найти донаты! Донаты нашли его! Собственно, я напомню, что многие из бывших УВО-овцев были Петлюровцами, Петлюровцы помогали Германии Кайзера, и, что называется, старые добрые встречи и знакомства с немцами никогда не прошли! Вот здесь, кстати, надо сказать, когда читаешь украинскую Вики насчет Рико Ярова, просто откройте Википедию Рико Ярой на украинском обязательно! Вот знаете-то, как мне кажется, виртуозная, как, наверное, во время Сталина, наверное, прям даже настолько, это прям виртуозная акробатика! Это акробатика высочайшей пробы сейчас на территории украинского интернета происходит с Рико Яром. Читаешь биографию Рико Ярова, и ты понимаешь, что они прямо старались! Они старались об этом не сказать, но не сказать нельзя! То, что, например, он был в Германии, то, что он вел переговоры, да, но понимаете, есть много нюансов! Это не то, что вы подумали и так далее, вы понимаете меня, смысл... А я не вижу в этом, кстати, повода скрывать что-то, как у нас в нашей русскоязычной Википедии статья про пакт Молотова-Риббентропа. Вот прям вот это, ну понимаете, ну... Так и на украинском. Читаешь эту статью про Рико Ярова, и ты прям чувствуешь, что в муках украинские создатели пытались выродить эту статью. Я просто читал и чувствовал, что ее рождали в муках, понимаете, как... Тушься, тушься, тушься! Ты должен не написать о том, чем он занимался всю свою жизнь! Ты должен написать о человеке, чья вся жизнь была положена на то, чем он не занимался! Так что пиши о том, чем он точно не занимался! Так вот, настолько гастрономически там все подано, что можно представить, что Рико Ярова это какой-то вообще ноунейм, который был на территории Германии, служил в УВА и любил Украину издалека. В Берлине любил Украину. Он просто любил ее издалека, все время любил издалека. Владимир Ленин в Цюрихе любил Россию издалека. Это вот как, кстати, про Ленина у нас пишут, тоже хорошая история, как Рико Ярова такой Ленин, понимаете, он любил свою великую Украину издалека, очень любил. Только никогда там особенно не появлялся, потому что знал, что лучше не сталкиваться с тем, что ты любишь, это роковая страсть. Так вот, Рико Яров нашел сначала своего покровителя из Абвера, а потом и нашел свою любовь в виде Конрада Патцига. Я считаю, два мужчины должны любить друг друга, и я за разную любовь. Любовь священна. И эти два мужчины нашли друг друга, будем говорить честно. Благодаря этому в январе и марте 23-го года группа членов УВА получила от Германии разрешение на прохождение в Мюнхене некоторых даже курсов подготовки, диверсионной подготовки для боевых отрядов. Причем, все было так хорошо, что помощь оказывали и материалами, и вооружением, и даже денежными средствами с учебными базами. Вопрос, наверное, у вас возникнет, а зачем и против кого? А зачем и против кого? Что Рико Ярой такого наговорил Германии, что она дала денег? Германия в 23-м году немножечко занята революцией у себя. Германия в 23-м немножечко взрывается изнутри. В Германии в 23-м два революционных выступления. Это всеобщая стачка на 2 миллиона человек. И это еще и в Мюнхене пивной путь. Фон Кар объявляет о независимости Баварии. В 23-м году у Германии много проблем, знаете, не до этих Рико Ярых, но все равно находятся деньги. Говорится, да, у нас в стране революция, но почему бы не дать денег украинским повстанцам? Украинским повстанцам деньги всегда найдутся. Да, кризис в Германии. Ну и что? Найдем всегда деньги на бабушек-пенсионерок из Ганновера и Мюнхена не найдем, но на Рико Ярова найдем. Что ж такого надо было сказать Рико Ярому, чтобы Германия сказала, О, да, сэс фантастиш. Ну, попробуйте себя заинтересовать чем-то, будучи Германией. Откуда предпосылка к такому надсепаратизму украинцев? Спросите, что полегче. Давайте не будем залезать в глубины логики. Мы поговорим немножечко об этом, но мы поговорим только по документам. Я это комментировать не собираюсь. Это естественное чувство быть королем в своей точке. Если уж откровенно говорить об украинском национализме и о национализме малых народов вообще, это желание можно описать одной фразой. Лучше царствовать в аду, чем прислуживать на небесах. Лучше я буду в своем маленьком аду царствовать. Тирли, 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 тирли. Но я буду царствовать. Чем я буду прислужником у самой великой империи на земле? Это унизительно. Но в аду лучше царствовать, понимаете? Даже в аду лучше царствовать, чем служить на небесах. Это и есть логика любого маленького национализма. Давайте, давайте, давайте. Думайте, что так интересно было Германии. Мы вам поможем с решением. Хорошая идея, кстати говоря, Евгений Бравченко. Именно с этим на самом деле Рико Ярой и всегда помогал дорогому пацугу. И самая главная помощь, которая оказывала, в общем-то, Германия этим Рико Ярам, была в том, чтобы убрать Пилсудского. Уберите Пилсу. Я терпеть Пилсу не могу. Вот прям смотрю на этого Пилсу и смотрю на этого усатого. На этого уберите усатого мужика. Вы не поверите, но организация УВО попыталась провернуть убийство пилсудского Юзефа. Это сделал Степан Федак, который был членом боевой ячейки, которую помогал создавать Рико Ярой, которую помогал давать Конрад Пацак. Это прямо такой, понимаете, многослойный мемчик. Юзеф Пилсудский был убит благодаря возможностям, которые оказали ему Степан Федак, которому оказал помощь Рико Ярой, который сделал все, чтобы взять деньги у Конрада Пацага. Да, это Пилсудский, который был чуть не убит. Который был чуть не убит украинским диверсантом Степаном Федаком, который сделал это благодаря помощи Рико Ярова, который сделал это благодаря помощи Конрада Пацага. Круг замкнулся. Что это было за покушение-то? Ну, они пытались на самом деле даже акты саботажа устраивать. И один из таких актов саботаж закончился успешно. Это были казармы польского легиона. Следующей целью они избрали самого президента Польши. Была широкая кампания развернута. Сторонник Коновальца совершили расправу над коммунистами, над левыми. Даже над простыми тружениками иногда запугать, чтобы. И вот в числе прочего было организовано убийство довольно такое нахальное. Попытались его подхватить на, кажется, на автомобиле. Но в конце концов только шофера задело, а Пилсудский выжил. Это так расстроило на самом деле. Никто не ожидал такого результата. Но, тем не менее, все-таки деньги были заплачены. Деньги были заплачены за Пилсудского, а сам Пилсудский так и не пострадал. Вот, понимаете, как обидно. Но потом, кстати, сокращение этого боевого звена произошло. Из-за того, что Германия не захотела больше поддерживать на том же уровне эту организацию, Пилсудского так и не устранили. Кстати, Пилсудского хотели устранить еще потому, что Пилсудский хотел присоединить уже официально к Польше, де юра, территорию Галиции. Знаете, Пилсудский был большим таким любителем пооткусывать территории для своей великодержавной Польши. У него была идея грандиозная. Польша, Великая Речь Посполитая. Но, конечно, в планы украинцев Великая Речь Посполитая не входила. Поэтому и они не любили Юзефа Пилсудского. Пилсудский отвечал им, кстати, тем же и начал зачистку своих территорий очень и очень даже жестко. Кстати, уже ближе к тому, когда подходят события нашего интересного рассказа, то есть где-то к 1925 году, германская тайная полиция получила такой интересный доклад от Рикоярова, где утверждается о необходимости расширения, уже утверждается де-факто новая задача этой организации, выходящей за пределы просто Польши. И в связи с этим германская разведка решила припоручить Коновальцеву расширить число своих людей в ряде стран на Балканах, в Малой Антанте и в Швейцарии, и даже в Прибалтике. За выполнение этого задания, кстати, Германия заплатила деньги неплохие. А в 1928 году в связи с дипломатическим протестом польских властей, которые получили доказательства связи украинских повстанцев с Германией, эта организация была свернута, запрещена в Польше и их выперли из страны. Пилсу взялся крепко своим стержнем за эту проблему. Как только Пилсу попытались убить, он всю свою силу положил на то, чтобы найти и обезвредить украинских партизан. Так что в 1928 году он нашел доказательства. До этого времени нельзя было их обвинить ни в чем, но он наконец докопался до них. И организация УВО была признана на территории Польши запрещенной. Теперь можно сказать УВО запрещено на территории Польской Республики. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Запрещена на территории Польской Республики. И их всех поперли из страны. Как вы понимаете, это было еще одно жуткое явление, потому что оно привело к еще большему антипольскому настроению внутри этой организации. Вообще УПА будет ужасно антипольской группой. Она будет не в малой степени благодаря тому, что сложится при УВО работать именно так. Польша – общее воплощение зла. Польша – это нечто жуткое, нечто страшное. И вот особенно, когда их выгнали оттуда и начали чистки, они прям не взлюбили Польшу по-крепкому. Надо сказать, что эта крепкая нелюбовь, она взращивалась очень-очень глубоко. Она была прям национальной. Она была патриотическая. Она воспринималась как что-то хорошее даже. Причем в 1923 году, в связи с признанием законности присоединения Галиции, а эта законность обеспечивалась договоренностью Пилсудского, Коновалец обратился за финансовой помощью к чужеземным государствам, в частности, к Германии и к Литве. То есть территория, когда они заходили, территория Галиции, теперь была для них закрыта. Куда идти, надо идти в Германию или в Литву. Вот что говорит Михаил Хейфец. Это диссидент, оказавшийся в плену и прошедший лагеря вместе с бандеровцами. Этот советский диссидент доверять ему имеет смысл, потому что он глубоко не советский человек. Он один из таких внутренних диссидентов. Он сидел в лагере с бандеровцами. Сомневаться в его честности не приходится, потому что он сам прошел через лагеря. Это не советский какой-то там, знаете, функционер. И вот что он вспоминает о бандеровцах, с которыми сидел. Только в беседах с Владимиром Антоновичем я сумел осознать, до какого патологического уровня национального унижения довели колонизаторы прошлого поколения украинцев. Человек беспредельно самолюбивый, убежденный националист, старик, тем не менее, отказывался поверить, что я чужак, могу на самом деле уважать народ, историю, культуру Украины. А когда после долгих сомнений уверился, то сказал мне фразу, которая врезалась в память на годы. Да, украинцы правда непростой народ. Среди нас были знаменитые люди. Один даже служил судьей в Вене. Судья в Вене, легендарная личность, высший предел знаменитости и образованности. Это неумение ценить себя и своих, соединенное с беспредельной преданностью своему народу и близким, запомнилось как характерная черта. Писал он потом в воспоминаниях. Понимаете, в чем унизительность этого признания? В том, что высшая радость, высшая честь, высшая хвала была стать судьей в Вене. В австрийском городе Вене украинцу стать судьей. Вот она, пик, пик популярности. Великий человек украинец, он стал судьей в Вене. Вот он, великий человек. Не что-то он сделал там для народа или чем-то прославился. Он стал судьей при немцах. Ну, еще хвалились тем, что он стал при немцах каким-нибудь депутатом. Особенно хвалились этим депутаты как раз Галлийского парламента. Я стал депутатом при немецкой власти! Понимаешь? Я великий человек! Понимаешь, да? Понимаешь, я великий! Когда тебе не дают развиваться, может быть такой феномен гиперкомпенсации. Когда даже такие достижения кажутся вполне себе успешными. А вот то, что я бы хотел привести в качестве интересного на закуску доказательства. Антипольские настроения пропитали вообще все существо последующего УВО и уже начинавшегося ОУН. Это документ уже группы ОУН, но в нем чувствуются явные нотки этого еще свежего унижения от Польши, когда Пелосуцкий выгнал всех их из страны. Данный документ вовсе не советская какая-нибудь подделка и не КГБшная выдумка. Данный документ вполне себе хранится в архиве Львовской области. Я специально решил этот документ вам предоставить. Это Львовская область, архив Львова. Это Государственный архив Львовской области, Гайлу, фонд 121, опис 3, дело 798, лист 152-159. Этот лист является первой брошюрой экзекутивы ОУН, которая называется «Как и за что мы боремся с поляками?». Напомню, первая печатная директива, экзекутива, которая выпускала ОУН, посвящена битве с поляками. Польша. Главный враг. Вот первая статья этого документа. Какая причина тяжелого положения украинского народа на западноукраинских землях? Причиной тяжелого положения украинского народа на западных землях является то, что на этих землях господствует поляк. Даже не Польша, да? Поляк господствует. Плоды богатой украинской земли, зерно, уголь, железо, нефть, дерево и другие очень нужные бедной коронной Польши земли принадлежат поляку. Кроме того, Польша перенаселена, поэтому польское государство хочет расселить излишек своего населения на украинских землях. То есть ассимилировать. Нас хотят изжить сосед, нас хотят ассимилировать. Поляки хорошо знают, что удержать власть над украинскими землями, которые больше территории и, собственно, польских земель они не могут, поэтому хотят удержать на вечные времена в польской державе только западную Украину. Польский народ хочет осесть на этих исконно украинских землях, поэтому хочет уничтожить украинцев, которые одни имеют право на земли своих праотцов. Пункт второй. С какого времени поляки борются за порабощение украинского народа? И вот тут вы должны, так сказать, ответить сами. С какого времени поляки борются за порабощение украинского народа? С какого времени? С каких времен это идет? Это война, это борьба. С каких времен мы сражаемся? С каких времен мы боремся? Вы должны немножечко тут поактивничать, друзья. Это, мне кажется, предельно важно. Кто мы, украинские националисты ОУН УПА? Что мы хотим независимой Украины? С каких пор мы боремся и хотим независимой Украины? Так, со времен Рима, древности самой, правильно, мои дорогие, с самой-самой древности мы боремся. Борьба между украинским народом и польским за власть на украинских землях продолжается более тысячи лет. Начиная с Владимира Великого. Уже во времена украинского княжеского государства Польша шла походами на Украину, чтобы захватить галецкие и волынские земли. Еще тогда Польша думала о захвате наших земель, понимаете? Фараоны строили пирамиды, а Польша думала, как бы захватить Галицию. В тот момент Польша думала, как захватить Галицию. Вместе с этим это и окончательно удалось после смерти последнего галецкого-лынского князя Юрия II во время правления в Польше Казимира Великого 600 лет назад. Остальные украинские земли Польша получила от Литвы после того, как соединилась с ней в одно государство на так называемой Люблинской унии 1569 года. Напомню, организация ОУН, которая была сформирована в тоже интересном патриотическом городе Вена в 1929 году, категорически против была Речи Посполитой и любой Люблинской унии. Но самое интересное дальше пойдет. Как властвовала Польша на украинских землях в давние времена? Это пункт 3, экзекутория ОУН. В старину Польша так властвовала на украинских землях, что люто угнетало все, что было украинским. Всех, кто выступал против гнета Польши во имя собственной державы, Польша люто преследовала. Она посылала на украинские земли свои военные отряды, которые сжигали села, сажали людей на кол, насиловали женщин. Украинские крестьяне Польша приковала к земле и отдала их в собственность польским панам. Крепостные крестьяне были такой же точно собственностью, как скотина. Пан мог такого крепостного продать, подарить другому, убить, замучить. И никто не имел права ему этого запретить. Участников казацких восстаний поляки сурово карали, сажали на кол, выбивали глаза, вешали и сдирали с них шкуру, четвертовали, отрубали руки и так далее. На страх другим пускали по всей Украине. Наиболее жестоко, часто целыми неделями пытали поляки казацких атаманов, руководителей восстания, залив Украину морем крови и слез. Четвертый пункт. И не в незаселенные на Днепрянские степи оттуда шли походами против поляков. Вместе с ними восставал против польских панов весь угнетенный украинский народ. Нечеловеческие издевательства поляков не запугали украинские массы. Наоборот, они еще больше ненавидели угнетателей и еще упорнее их уничтожали. Но настало время, друзья, поворотного периода, когда, наконец, дали пососать польским панам. Как вы думаете, когда, по мнению ОУН, украинцы дали пососать польским панам? Это самое интересное в идеологии ОУН. И это, я напомню еще раз, не советская, не наша пропаганда. Это Львовский государственный архив. Ну, давайте, какая дата в истории дала пососать полякам? Вот когда, понимаете, украинцы были на вершине, когда фараон, когда украинский фараон вступил на земли Польши и прям-таки показал Польше, прям-прям дал Польше, понимаете, чтобы Польша обсосалась-то, понимаете. Нет, друзья мои, этот документ датирован 1931 годом. Никакой ни январь 1939, ни август 1943 не идут. Документ в 1931 написан. Идите в историю глубже. Что-то вы засели в этой Второй мировой. Глубже, глубже, я сказал. Нам нужно идти дальше. Deep, deep inside. It's so fucking deep. Оно именно so fucking deep. Давайте, давайте, что-то вы, что-то вы больно близкие даты называете. Я сказал, so fucking deep надо идти. 17 век. Хорошо. А что в 17 веке было? Конечно, Хмельницкий пришел. Верно. Why sin? Пришел Богдан Великий Хмельницкий. Но пришел Богдан Хмельницкий в 1648 году и окончательно освободил украинские земли от польского ерма. Над польскими войсками держали славную поведу. Имение польских панов разрушили. Многих польских панов их. И тут я должен вынужден эту фразу произнести. Это историческая фраза. И тут она не просто перекликает с украино-польскими отношениями, но еще с украино-еврейскими. Я произношу это слово только в рамках исторического нашего дискурса и только в рамках того, чтобы соблюсти букву документа. И освободили украинские земли от польского ерма, от польских панов. Многих их панов разрушили. Да, славную поведу имени польских панов разрушили. Многих польских панов и их, жидов-арендаторов, строго покарали за их неправду. Кто смог спасти свою жизнь, бежал от народного гнева, аж за вистую реку, как об этом поется в думах. Каждый, кто ощущал себя украинцем, у кого билось в груди украинское сердце, присоединился к Богдану Хмельницкому против угнетателей. На стороне поляков остались только оборотни паны, которые отреклись от своего народа, своего языка и веры ради почести и богатства. Прогнав поработителей, украинский народ построил украинское казацкое государство, в котором сам правил и сам о себе заботился. В составе России, они забыли добавить, в составе русского царства, в составе русского царства Алексея Михайловича. Но это неважно, это детали. Но так, для справедливости надо сказать, что время, когда Богдан пришел и присоединил нас к России, было зенитом нашего пососать дать Польше. Это был зенит, понимаете? Это был зенит. Это вот зенит, понимаете? Вот оно. Самый радостный день, когда он присоединился к России, к русскому царству. Да, мы там создали свое независимое государство, да, якобы, но в составе русского царства. Дальше. Это интересно. Кто помогает полякам в угнетении украинского народа? И тут, друзья мои, я тоже должен сделать эту ремарку. Это, опять-таки, множественный антисемитизм и ненависть к разным народам. Я ее не одобряю, но это документ эпохи. Я его читаю, как есть. В угнетении украинского народа помогают Польше все! Начало вдохновляющее. Так, кто помогает полякам в угнетении украинского народа? В угнетении украинского народа помогают Польше все! Это прекрасно, начало разговора. Вообще все помогают! Никто не остался в стороне от этой проблемы. Все хотят, понимаете? Все! Все! А теперь уточнение, кто это все? Все захватчики украинских земель, чехи, румыны, а в первую очередь, москали-большевики, окончательно освободили украинские земли от польского ерма. Однако даже среди самих, это мало того, москали-большевики, чехи, румыны, но даже не только они, вы не поверите, бывает еще самое страшное. Ну, мы уже назвали всех, кого только можно назвать. Германцы там, наверное, еще участвуют, австрийцы, чехи, поляки, румыны, москали мы с вами. Там еще есть такие вот нехорошие люди-носатые евреи, но бывает еще страшнее. Кто еще? Это прям ужасно. Кто еще, понимаете? Но кто еще? Еще хуже. Еще хуже, чем внешний враг, может быть, только враг какой. Там вторая часть этого вопроса, ответ очень интересный. Да, эти они угнетают, но есть еще кое-кто. Нет, нет, не цыгане, нет, не цыгане, другие. Нет, подумайте, внутренний, правильно, кто? Кто самый страшный враг украинца? Кто самый страшный? Свои же, украинцы, верно сказали, правильно, молодцы, азартный мор. Однако даже среди самих украинцев, продолжается цитата, есть такие, кто помогает Польше угнетать украинский народ. Вот, называем мы их хрунями, изменниками, то есть соглашателями. Эти хруни выслуживаются за материальные блага перед вражескими государствами и помогают ему удержать украинцев, как это делали в казацкие времена. Паны, не доляшки. Мы против осуждения, это цитата, это цитата. На словах они будто бы только за согласие, а на деле они самые большие враги украинского народа. Вот, понимаете, весь мир против Украины, против Украины чехи, словаки, поляки, русские, москали, их хруни еще внутри, понимаете? Это фундаментальная борьба. Я сочувствую, на самом деле, движению ОУН. У них фундаментальная, тут даже не биполярка, тут многополярка, тут война на всех фронтах, и внутри тоже хруни, понимаете? Воюете вы тут, понимаете, с врагами, всякими москалями? Да хруни тут поднасрут что-нибудь еще, хруни испортят, хруни предадут еще. И вы понимаете, вечно нужно искать их, приятели. Но помимо этого, ОУН рисует образ и неведомого врага. Врага за пределами государств враждебных и врага за пределами предателей. Это для них евреи, друзья мои. И это очень важно знать. Антисемитизм был присущей чертой украинского национализма. Я глубоко осуждаю вот такие вещи. Я должен почитать вам этот документ дальше. Это тоже часть первого тиража этого львовского листочка. Называется часть, собственно, продолжения революционной борьбы. И вот что пишется в этой революционной борьбе. Украинские массы должны начинать революционную борьбу уже сейчас. Для борьбы с Польшей украинская общественность должна использовать все способы, какие только есть у нее в распоряжении. На каждое проявление польского гнета мы должны ответить тем же. Когда закроют наше товарищество, прекратим деятельность товарищества поляков. Когда полиция разгонит вечи, общее собрание и другие, выразим свой протест против бесправия действия. Когда полиция будет издеваться над людьми, рассчитаемся с одним и вторым полицейским. Один на один. Когда панская усадьба эксплуатирует село, фабрику, эксплуатирует рабочих, устроим забастовку. И не будем работать до тех пор, пока не получим такую зарплату, которую хотим. Учителям-полякам не будем продавать молоко, яйца и прочее. В кабаках выбьем окна, разобьем бутылки с водкой, а жидов выгоним из села. Вот так заканчивается эта революционная пропаганда с призывом. Она обязательно под конец завершается такими призывами уже абсолютно эссенциального спиритуалистического свойства ненависти к евреям. Их нужно из села прогнать. Вообще, кстати, потом уже государство, ну, квази-государство, его нельзя называть полностью государством, будет призывать в будущем в проектах своего утопического проекта новой Украины, а это будет проект державной Украины, выселить всех, выселить всех иудеев, выселить их из страны. Конечно, тут надо сказать пару слов об идеологии, потому что здесь она и начинается, по сути говоря, тут в недрах такого протоэмбрионального этапа перерастания УВА в ОУН, а оно произойдет, напомню еще раз, в 1929 году в Вене, начинается формирование такой идеологии. ОУН заявила с самого начала в программных документах, что будет проводить политику всеукраинского державничества. Это очень важный момент. Украинское националистическое движение с самого начала не было националистическим, в привычном смысле слова. Оно было державническим, то есть оно по духу своему было вовсе не миролюбивым. Вот знаете, национализм очень миролюбив вообще-то. Он не стремится какие-то народы покорять там, не стремится кого-то захватывать. Напротив, украинский национализм из ввода ОУН как раз призывал к созданию империи, к великой державе, великой украинской державе и всему тому, в чем сейчас порой упрекают Российскую Федерацию. Иногда справедливо, кстати говоря. Так вот, интересный программный документ в постановлениях Первого Великого Собора. Ну, его назвали сбор. Великий сбор ОУН, Первый Великий сбор. В постановлениях этого Первого Великого Сбора нашлись удивительно интересные документы. Национализм в этих документах охарактеризован как духовное политическое движение, а украинская нация – исходная основа каждого действия и целевого предназначения каждого направления украинского национализма. В сфере военной силы эта организация исходила из постулата. Лишь военная сила, которая опирается на вооруженный народ, готовый настойчиво и энергично бороться за свои права, может освободить Украину от захватчиков и сделать возможным создание украинского государства. И вот в связи с этим здесь должно быть небольшое предваряющее размышление, важное для понимания того, какая идеология витала в умах. Это нельзя назвать фашизмом. Очень неправильно наши пропагандисты называют и Степана Бандеру, Коновалца и других лидеров этого национального движения фашистами. Или даже нацистами. Это не так. Справедливо назвать их усташистами. Усташисты это как раз движение, очень напоминающее движение ООН и УПА. Фашизм и нацизм все-таки идеология, которая базируется на фундаменте индустриального общества, фабричного общества. И фабричное общество создает их. А вот крестьянская сельская утопия, которая рисовалась на многих вот таких политических проектах ООН и дальнейшей УПА, это скорее крестьянская утопия. И вот для них характерна схожесть с усташами, а вовсе не с фашистами и не с нацистами. А именно эта ненависть, такая примордиальная этническая ненависть, она скорее характерна для хаоситов правых. То есть упорядоченные автократы правые, это фашисты и нацисты. У них есть аппарат насилия, у них там насилие поставлено на промышленный поток. В ООН не будет промышленного потока насилия, в ООН будет спорадическое насилие, как будет в усташеских движениях. Да, чудовищное, но оно не будет иметь фабрично-холодного характера. Вот нацисты, совершая преступления свои, уничтожали миллионы людей. Это делалось без всякой агрессии. Порой даже с целями гуманизации этого процесса создавались лагеря. Ну, как понималось, этим извращенным, жутким мозгом надо формировать такую политическую культуру отстраненности. Айн Рент писала в своих работах про нацистскую Германию, что отстраненности, культ отстраненности, холодная отстраненность, это культ национал-социализма. Он не преследует цели вживить ненависть. Это просто истребление, промышленных масштабах истребление. А вот здесь именно что старый, добрый, феодальный, феодальный порядок, такой ненавистнический, крестьянский. Он, конечно, тоже жестокий, это как Пол Потт. Вот Пол Потт, это не диктатор в привычном смысле слова, он властитель хаоса. У него нет системы лагерей, в привычном этом понимании, нет системы жесткого контроля, вот спорадическое управление хаосом, где все стреляют во всех. Это характерно для усташей в правом полушарии политического спектра и характерно для ООН. Я прочту, собственно говоря, статью одного хорошего специалиста, который тоже эту идею отстаивает, чтобы моя фраза не прозвучала излишне неподкрепленной. В академической среде котируется даже в среде украинских историков мнение Ивана Лысяка-Радуницкого, который в статье «Национализм» приводит вот такие слова в отношении ООН. «Ближайший родственник украинского национализма следует искать не столько в немецком нацизме или итальянском фашизме, продуктах индустриализации и урбанизированных сообществ, сколько среди партий этого типа у аграрных отсталых в экономическом отношении народов Восточной Европы, хорватских усташей, румынской железной гвардии, словацких глинковцев, польского ОНР и тому подобное. Украинский национализм был явлением генетически самостоятельным, хотя в своем развитии он испытал некоторое влияние со стороны соответствующих иностранных образцов». Однако еще накануне создания ООН известный публицист Евгений Апатский в своей статье указал на принципиальное различие между украинским национализмом и фашизмом. Он писал, «Немало украинских националистов охотно начали называть себя украинскими фашистами и искать поддержки у итальянских фашистов. Они не замечали, что между украинским национализмом и итальянским фашизмом лежит непроходимая пропасть, которую могут заполнить разве что время и упорный труд. Фашизм есть национализм нации государственной, враждебно любым иредентам, готовой всех и вся принести в жертву культу своего созданного государства. Украинский национализм наоборот, национализм нации, негосударственной, которая только и живет, иредентизмом, и готов принести все и вся в жертву для разрушения культа тех государств, которые не дают ему жить. В некотором роде даже украинский национализм в данном смысле – это анархия, потому что многие деятели, коновалец и авторитетный человек, и потом его последователи, хотели разрушать государство, чтобы на его основе создать свое. Но самая-то главная цель – разрушать государство, да? Анархия – мать порядка. Анархия – мама должна наступить, в которой мы очистим все от нехороших людей, которые нам всегда мешают ставить палки в колеса, а потом мы создадим это государство. Должен сказать, что никогда еще польское национальное государство не существовало, то есть украинского национального государства не существовало, до сих пор, пока не появилось. Ну, видимо, может, именно по этим причинам, потому что с самого начала идея ОУН – разрушить государство, почистить до основания, а затем… И вот тут, понимаете, всплывает момент, который тоже начинает прям так из всех википедий на украинском языке и на русском вычищаться. Если я уж говорил про Ярова, где украинцы почистили его невежливую историю о том, что он поддерживал связь с германским Абвером и помогал дотациями немецкого генштаба на нужды УВО, то вот тут, понимаете, в наших официальных источниках и в украинских вот этот момент истории ОУН просто в ноль затиран. Мы, братья-славяне, очень, как сказать, любим друг друга, мы очень похожи. Как Украина и Россия сегодня голосуют против Израиля в ООН – братья-славяне, мы такие единые. Так и в начале 30-х годов Коновалец столкнулся с тем, что Ярый присылает меньше донатов от Германии. Мы вспомним о том, что Германия уже не нуждается в ликвидации, не нуждается в ликвидации Пилсудского. В Германии экономический кризис наступает. 30-е годы кризис в Германии, жуткий кризис. Непонятно, что будет завтра. Поэтому финансирование Германии в 30-е годы организации украинских националистов завершается. О, Господи! Мое финансирование моей террористической организации заканчивается, закрывается. Что же мне нужно делать? Я не знаю. Уважаемые зрители, помогите Евгению Коновальцу найти новых спонсоров. Нам срочно нужны новые спонсоры с большими количествами дотации кредитов. Нам нужны кредиты, кредиты, кредиты. Нам нужны деньги? Я не знаю. Ой-ой-ой, у меня кончаются деньги. Надо откуда-то их взять. Куда же мне обратиться? Я не знаю. Германии не даст. У нее кризис. Понимаете, как тяжело начинает вести с дела в 30-е годы. И тут, понимаете, начинается тот момент, в котором молчат украинские историки, молчат наши историки, и только некоторые зарубежные говорят. Вообще, период 30-х годов, 30-й, 33-й год, в истории ООН просто покрыт белой пленкой тумана. Так, чем мы занимались? Я не знаю. Друзья, чем мы занимались? Мы даже не знаем, чем мы занимались в 30-е годы. Скажи нам, чем мы занимались? Мы искали спонсора. Я искал денег. Надо было сводить концы с концами. Кому обратиться, друзья? Давайте, давайте. Ватикан. Попросим, попросим Комрада Сталина. Ну, конечно. Кому же еще обратиться? И самое-то смешное, что еще в 23-м году Евгений Коновалец с приближенными обращался к руководству УССР, тогдашней УССР, с просьбой финансирования и в помощи в борьбе против поляков и периодически даже получал эту помощь. В 23-м еще году Коновалец, как сказать, крючок забросил. И ему из УССР поставляли денежки на подрывную деятельность против польских капиталистов. Мы тоже не любим польских капиталистов. Мы тоже готовы идти до конца и пах-пах-пах-пах людей. Мы тоже ни во что не ставим международное право и гуманизм. Мы поладим, друзья. Но самое главное, дружба началась, конечно же, во времена 30-х годов. Если ручеек донатов в 23-м году от УССР на помощь в терроризме против Польской Республики был маленьким, сиюминутным и таким прерывистым, то в 30-е годы крантик открылся. И вот в этот момент туда же проник советский агент Павел Судоплатов. Павел Судоплатов с удовольствием сам в мемуарах вспоминает, как он убивал самого лидера Коновальца. Кстати, в конце концов Коновалец поверил, ну или сделал вид, что поверил, трудно сказать, что Павел Судоплатов, представившийся тоже украинским партизаном, лицо, понимаете, украинского партизана, смотрите, лицо украинского партизана, и через Павла Судоплатова товарищ Сталин передавал ценные информации и донаты, а в один прекрасный день, когда эта дойная корова перестала приносить плоды, он приказал да, just do it, do it, и Судоплатов уничтожил Коновальца, кстати, уничтожил он его изящно, Коновалец в Роттердаме заказывал какой-то изысканный сладкий десерт, и они собирались в ресторане, такой уютной обстановки, можно сказать, камеры, два мужчины представительных в Роттердаме, встретились два мужчины в Роттердаме, вот они встретились, два мужчины в Роттердаме, и в тот момент Павел Судоплатов передавал ему пакет с донатами, но на самом деле это был пакет не с донатами, а с бомбой, и замаскирован он был под конфету, и никто ничего не прочухал, он реально преподнес ему конфету, это вкусная конфета, это донаты от советского руководства, от чистой души, а это там точно не бомба, но как я могу подсунуть тебе бомбу, написано же, Россия, щедрая душа, откровенно говоря, мерзавцы все трое, и Павел Судоплатов, он с каким-то, знаете, потом садизмом вспоминал этот эпизод, как он избавился от Коновальца, но самое-то смешное, что перед тем, как он избавился, еще в начале первой сталинской пятилетки на проводе, провод это ЦК, иными словами, ЦК националистов, организации украинских националистов, обсуждался вопрос возможного вторжения в СССР с участием Речи Посполитой, и вот, когда это было обсуждено, Коновалец выступил с удивительным предложением, он сказал, я не исключаю возможности выступить на стороне большевиков, чтобы достичь объединения Украины, пусть и под властью Москвы, если, разумеется, западные эридентисты заблаговременно не гарантируют самостоятельность Украины. Итак, цитаты великих украинских националистов, я еще раз прочитаю, это провод ОУН, это Евгений Коновалец, выступает с докладом Евгений Коновалец, доклад на проводе ОУН Евгений Коновалец, Я не исключаю возможности выступить на стороне вау-вау-вау большевиков, возможности выступить на стороне большевиков, чтобы достичь объединения Украины, пусть и под властью вау-вау-вау Москвы, это не важно, ведь я украинский националист, самое главное, моя украинская нация под властью Советов, это самое основное, если, разумеется, западные страны не гарантируют нам независимости, что вряд ли будет, если они не гарантируют, то мы под Москву, под Москву, как неудобно-то получилось, верно? Вся эта история пахнет для всех сторон неприятно, это и называется историческая правда, она, она неприятна, да? Но бывает так, что для вашей безопасности, для вашего же блага, для будущего, вашей идеи, надо идти на договор с дьяволом. А знаете, я смотрел передачу недавно украинской телевидении, выпустила биографический фильм про Евгения Коновальца, может, смотрели, нет? Но в этом биографическом фильме героический Коновалец, он, знаете, вот как это, попробуйте угадать, как украинская медиа этот факт решила замолчать. Ну, он же общался с Павлом Судоплатовым, да? Да, он общался, получал деньги? Да, получал, но, но как этот факт объяснить-то, господи? Без третьего человека, это, как говорится, два мужчины в Роттердаме, но есть третий мужик, он, он сводит их вместе, это как, это треугольник любви, понимаете? Это, это треугольник любви. Но, как вы думаете, украинское телевидение представило эту историческую правду? Что это, говорите по правде, живите по правде, с правдой, легче всего живется, правда, живите по правде. Так, как вы думаете, как можно по-другому объяснить получение денег от Советского Союза? Вам в рот суют советские банковские чеки, отвратительные советские бумажки. Как вы объясните этот факт? Нет, я не смотрю, я просто для подготовки к нашему сегодняшнему стриму решил посмотреть документальный фильм. Я же должен быть всесторонне подкован в этом материале, поэтому давайте, давайте, не сводите меня с темы, не сводите с темы. Ну, что? Использование всех сторон ради своих целей, да что вы, понимаете, это как с нефтью сейчас, понимаете? Вы смотрели фильм Блэйд? или сейчас, смотрели вы фильм про вампира Блэйн? Или Блэйд? Вы знаете главный сюжет фильма? Главный герой не такой вампир. Он вампир, но типа он против вампиров, он сосет кровь, но он противостоит своей природе. Знаете, дивергент, дивергент. Это как та же история с Украиной и нашей нефтью. Шутка, это шутка, чтобы вы поняли. Украина сосет эту нефть, но она борется, борется с тем инстинктом животного вампиризма, чужих ресурсов. Она героически выставит против этого. Ну, давайте, нарисуйте мне сюжет, он похож на этот самый. Это примерно как с Блэйд Рейн и Блэйдом. Если вы смотрите фильмы ужастиков про вампиров, вам будет понятно, о чем тут будет речь. Но это другие, да нет, вам даю, вам заносят кэшем нау. Перехитрил советское руководство и обзавелся деньгами. Ах, молодца, перехитрил. Только проблема в том, что советское руководство его убило. Проблема в том, что его жизнь оборвалась именно тем, что советское руководство прочухало и убило его. Он не сумел соскочить с деньгами-то. В этом-то вся шутка заключается, понимаете, шутка в этом. Это про страны Балтии, Германии, Российский. Да, это вот про то же самое. Ну, вы поняли, шутка в этом. Ну, 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 ну. Ну, давайте, давайте, я верю в вас. Это не так сложно. подумайте, как выставить это в благовидном свете-то. Вы, украинский националист, живущий за границей в Роттердаме, с другим мужиком, друг с другом обмениваетесь деньгами. И вот тут вы понимаете, что это не просто украинский националист перед вами, а это советский агент. И вы берете несправедливые деньги честного, трудового украинского народа. Вы берете деньги от грязной имперской, советской, московской системы. Он был советчик, но хороший и гей. Мы боремся против СССР, но они нас заставляют брать и... Вот правильно, Ренат. Вы, вы, вот именно так. Он перебарывая себя, он перебарывая себя, брал эти деньги. Бери, бери, я не знаю, бери, давай, давай, бери, я не знаю, это против моих убеждений. Комрад Сталин, я должен признаться вам, у нас будет серьезный разговор. Я, я против наших отношений. Почему это так? Вы, вы коммунисты, людоеды, я, я всего лишь украинец. С не менее странными взглядами, мы не можем быть вместе, да почему же нет? Я даю тебе деньги, вон, вот, через этого мужика. Ну, я, я не могу. Ну, что ты ломаешься? Ну, я дам тебе больше, ну, хочешь еще? Я не могу. Вот именно так обстояла эта история. Я бы даже, наверное, снял романтический сериал на эту тему. Ну, сериал, где три мужчины, я считаю, что это будет прогрессивный сериал для нашего времени, три мужчины, они, они выясняют свои глубокие отношения, и Сталин звонит Павлу Судоплатову и, может, спрашивает его, дорогой мой, что, что, Евген ответил, наши отношения с ним кончились, все кончено, да, скажи мне честно, не утаивай эту правду, скажи мне честно, Евген, ты кинул нас, наши отношения кончены, не томи. Когда Евген стал томить, Сталин приказал Евгена убить. Павел Судоплатов его убил. Так закончилась история такого удивительного возвышения Коновальца. Да, и после этого начался раскол в организацию ОУН. И вот этот раскол сопровождался новыми геополитическими амбициями руководства ОУН. Руководство ОУН, надо сказать, расположенное, напомню, в Вене, в Австрии, начало идеологически строить новую Украину на бумаге. Это важно, позиционировать себя в мире и рисовать образ новой державы. Верно? Ну вот, Евген умер, деньги Советский Союз не платит, надо думать о будущем. И, как вы догадались, наверное, украинские националисты стали думать о том, какие границы будут у Великой Украины. Какие будут границы Великой Украины? Отнюдь не последний функционер ОУН Михаил Колодзинский в работе «Военная доктрина украинских националистов» полагал, что территория будущей Украины должна включать в себя Молдавию, значительную часть Румынии, Польши, Белоруссии и России, вплоть до Волги и Каспия, Северный Кавказ с Чечней, а также Баку и близлежащие нефтепромыслы. После приобретения такой базы следовало начать настоящую имперскую экспансию. Это, то есть, еще не была имперская экспансия, если вы неправильно поняли, да, Баку, понимаете, Чечню захватить хочет Украина, но самое время Кавказ, Чечню, Украина хочет с ее присоединить. Хорошая идея, кстати, да, Кавказ, Чечня, Украине, Волга, там, Каспий, Баку. Это начало, как полагает Михаил Колодзинский. Это была разминка. А дальше куда пойдет Украина? Это только первая территория, которую она захватит, конечно, в ходе величайшего маневра войск, которых не существует. А дальше она пойдет в Сибирь, в Центральную Азию, до Алтая и Джунгарии. Сложно не увидеть в этом плане воссоздание такого Советского Союза, только на украинской основе с центром в Киеве. Вот такая великая Украина в сознании одного из идеологов ОУН была. Если Колодзинский самый погиб в 1939 году, то вот его наследники, они вполне себе прожили дольше. И в апреле 1941 года Бандеровское отделение ОУН в своем меморандуме претендовало на земли, лежащие к востоку от границ современной Украины до Волги и Каспийского моря. Вот такая вот Бандеровская ОУН, которая хотела захватить УАУ в такие территории. Вот границы Украины, будущие, как они хотели. Конечно, никто не забывал и о политической стороне вопроса. Никто, конечно, не сомневался, что государство должно быть крепким, таким державным, недемократическим, но вот каким по форме ответил Евгений Стахов. Евгений Стахов это один из членов ОУН, который был на заседаниях комитета и он как раз в воспоминаниях приводит любопытные детали, как ОУН планировала устроять новую Украину. Должен сказать, что программа лекций была стопроцентным заимствованием тогдашней фашистской диалогии. Я припоминаю учения про нацию, что нация должна обладать своим языком, своей территорией, своей историей и культурой, а важнейший пункт европейства, только европейские страны могли быть нациями. Мы спрашивали, а как же Япония? Япония не является нацией, ибо они не европейцы. Расовый подход получается. Так же речь шла о принципе вождизма. Тогда уже провод возглавил Андрей Мельник и был он не главой провода, а вождем. Я припоминаю разной дискуссии на лекциях очень остро говорили мы про Грушевского, либерального, против Драгоманова. Слово демократия употреблялось лишь с эпитетом сгнившее, пропагандировалась монопартийная система. И не только монопартийная система. Согласно второй программе ОУН, принятой в 1939 году, первая и основная цель это борьба за возрождение самостийной соборной державы. Вот это интереснейшее несозданное так государство называлось УССД. Украинская самостийная соборная держава. Ну, как бы это клуб моего аниме-кроссовера. Мой самый любимый аниме-пэйринг. Украинская самостийная соборная держава. Она звучит даже как советская. УССР должно стать УССД. просто заменили буковку. Но по мысли тех ОУНовцев, которые планировали заместить, это будет совсем не УССР, это будет УССД. Это будет понимаете какая? И если вы встречаете сокращение в некоторых украинских изданиях УССД, УССД, что это такое? Это украинская самостийная соборная держава. Значительную роль в ней играла религия. Это теократическая, националистическая, соборная, не зря это названо соборная держава. Борьба за возрождение УССД и обеспечение ей путем конструктивной работы внутреннего устройства и огромных потенциальных сил, и вот что самое смешное, имперских позиций на востоке Европы. То есть с самого начала украинская организация УН ставит собой задачи имперской державной Украины, державной имперской Украины. Как бы кое-кто у нас говорит, что это мы державники, любим империи создавать. Вот, пожалуйста, тоже империя. Вполне себе империя. Тут речь идет о украинской империи, державной империи, чуть ли не там до Тихого океана. Устрой социальную жизнь государства, я читаю тот же документ, это вторая программа УН, устройств социальная жизнь государства, украинский национализм будет строить на здоровье принципы, на здоровых принципах проведитство, проведитство, что такое проведитство? Это начало и воплощение вождя, вождь нации, как носитель ее суверенитета, символа духовного и политического единства. Как мы часто слышим слово защитник суверенитета, гарант конституции, вот, даже смешно мне кажется это, но, первое, кто заявил об этом в такой форме, как вождь, это носитель суверенитета, вождь и гарант конституции, гарант конституции, носитель суверенитета, как это звучит-то знакомо. Символ ее духовного и политического единства, ее наивысший авторитет и руководитель. Глава Пуна обладает всей полнотой власти по руководству украинским националистическим движением. За свою деятельность и решение голова Пун отвечает перед Богом, нацией и собственной совестью. И вот, что самое интересное, это, ну, как бы конституция, но, как бы не конституция, декларируемые принципы, на которых должна строиться Украина. Давайте мы вместе попробуем эти принципы угадать. Украина является суверенным, как вы думаете, дальше что? Украина является суверенным, вот у нас в конституции есть пункт о территориальном устройстве, да, и пункт об основе государственного правления, самые первые главы посвящены именно этим фундаментальным пунктам. У нас, например, Российская Федерация это демократическое, правовое, федеративное государство с республиканской формой правления. А вот на Украине державной, на УССД, Украина является суверенным, самое важное надо заявить, самое важное, суверенным, дальше каким, как вы думаете, подставляйте эпитеты и прилагательные сами, унитарным, нет, вот нет, кстати говоря, нет, шизоид, но вы не, не надо так, не надо оскорблять, я не одобряю такие оскорбления, независимым, суверенный это и есть независимый, дважды, дважды, два, четыре, а суверенный это и есть независимый, мне кажется, что Тамарочка Эйдельман не одобрит данные стримисты, посмотрит, ведь Украина великое государство и вообще созидательница русских людей, конечно, конечно, но Тамара Эйдельман уже отвергла нас, так что я могу спокойно говорить о том, что надо говорить и честно правду говорить могу спокойно, нам все равно теперь не разрешили рекламу на канале Тамара Эйдельман, так, божественным, имперским, единым, незалежным, санитарным, европейским, нет, тут, кстати, про европейство ни слова не сказано, как неудивительно, сексуальным, имперским, ну подумайте о честности людей, вот у нас, например, на этом слове называют демократическое, Россия есть правовое, демократическое, федеративное государство с республиканской формой правления, вот у нас это называется демократическое, а на Украине, как оно называется, близко, близко, патриархальное, как еще назвать, патриархальное, да, назовите как-то, справедливое, вот антипод демократического, честный, украинистическое, самостийное, законное, справедливое, нет, 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 ну вот слово, которое антипод демократии, есть демократия, есть то, что вообще не демократия, вот есть демократия, есть вообще не демократия, как это называется, вот вообще не демократия, точно не демократия, и украинские националисты решили в самую конституцию, ну, типа в конституцию, это вообще не конституция, это просто один из очередных документов, это вторая программа этой организации, но суть в том, что она абсолютно не демократическая, авторитарная, верно. Украина является суверенным, авторитарным, тоталитарным, профессионально-сословным государством. Это бинго, друзья мои. Оно и суверенное, и авторитарное, и тоталитарное одновременно по этой программе, и еще профессионально-сословное государство. Это бинго. Авторитарное не может быть тоталитарным, а тоталитарное не может быть сословно-феодальным. И тем более суверенным. Но эта комбо уживалась как-то в головах. И самое главное, как только они создали эту вот систему, придумали государство, началось то, что должно было начаться. Когда учредительные документы были подписаны, и когда все документы, наконец, были анонсированы, этот политический орган стал, мягко говоря, изменяться. Что вы думаете произошло? Это происходит с каждым движением, с каждым движением, которое рано или поздно приходит какой-то... Когда оно приходит до известной степени к идеологичности? Как вы думаете, что происходит? Вот они построили свое государство, они построили идею свою, они нашли врага, они уже сформировали идеологию. К 1939 году ООН вполне себе была цельной, цельной идеологически. Что теперь надо делать? Вы правы, надо начать Гойду, но против кого? Да, профессиональное государство, Гойда, Гойда, верно-верно говорите, да против кого? Что за Гойда? Фракционная борьба или выписывание из украинцев. Сейчас мы будем говорить о людях, которые тоже и в нашей, и не в нашей, и в украинской истории остались как бы за бортом. Даже фотографии их не остались. Эти люди даже известны только по фамилиям, и мы знаем о них только то, что они были выписаны из украинцев. Итак, мы начинаем суперигру. Выписаны из украинцев за то, что были не совсем такими, как остальные. За то, что были неправильными украинцами. Как только вы разобрались со своими врагами, надо начать выписывать из своих. Их это типичное поведение любой успешной организации. Итак, единственное правительство ООН провозгласило курс на чистку в своих рядах. И, собственно, даже часть из них, этих предателей, оказались основателями Лиги Украинских националистов. Это был Циборский, он среди основателей этого общества был, Кожевников и Кострев. Эти трое, в общем-то, были авторитетами в своих кругах, но вся их вина состояла в том, что они были выходцами из Наднепрянской Украины. То есть, они не были выходцами из Галиции, они были выходцами из Наднепрянской Украины. Из-за этого выписаны, понимаете, только галичане могут руководить ООН, только из Галиции видно, как нацию украинскую создавать. А эти Наднепрянские, понимаете, у Наднепрянских другое сознание, у Наднепрянских. Они живут в другом мире, понимаете, в отличие от галичан. А галичане-то понимают, что нужно. И началась как раз в эти годы чистка от наднепрянских украинцев, внутри украинцев. Что называется, братья-славяне, мы такие дружные, мы такие единые. Но как только она закончилась, началось, тадатан-тан-тан, I'm loving it, еще один раскол на двух уже известных вам людей. Так вот, мы почистили нашу партию от наднепрянцев. Но самое время расколоть партию на два, на сторонников Андрея Мельника и Степаны Бандеры. Вы знаете про второго, мало чего знаете про первого. Первый Андрей Мельник был скорее консервативным, убежденным сторонником таких компромиссных позиций, умеренным. И даже с ориентацией на другие страны, на страны Запада и на Германию. Степан Бандера был радикальным сторонником Шишки, сторонником мы всех там в радиоактивный пепел. И да давайте без всякой помощи создадим свою Украину. На этих двух самых интересных событиях в 40-41 годе обрывается история единой ОУН. И происходит, что самое интересное, это довольно любопытно, раскол, который напоминает раскол большевиков отныне. ОУН будет называться двумя никнеймами ОУН М, ОУН Б, ОУН Мельника, ОУН Бандеры. ВКПБ ОУН М, ВКПБ ОУН Б. Понимаете? ВКП М, ВКП Б. Вот ОУН М, ОУН Б. ОУН Б, они займут радикальную позицию, там будет много молодежи. А ОУН М займет пориджную позицию, там будет мягкая, мягкая, гладкая позиция. Ну там, скажем, не настолько жестко. Надо договариваться, надо бить. Надо договариваться, надо бить. Но если вы думаете, что на этом расколы закончились и чистки среди своих завершились, как бы не так. Начался период, когда даже те, кто, казалось бы, был преданными, замечали друг в друге противников, раскольников, самых странных партизан. Ну, в общем, начались удивительные события. Коновалец и его соратники отправились в Соединенные Штаты Америки. Коновалец, как бы уже не особенно управлял своими движениями, его потом скоро пристрелят, взорвется, взорвется на бомбе, да, и его Советский Союз зажмет. До этого времени Коновалец будет в Америке. Чем он будет заниматься в Америке, Коновалец? В Америке в ноябре 1938 года в Нью-Йорке он будет заниматься партийной казной. И вот третий, скажем так, тоже раскол, он будет по линии Атлантического океана происходить. Будет ОУН-М, ОУН-Б и будет ОУН Соединенные Штаты Америки, где, как вы думаете, да, будут происходить похищения людей. Вместе с Синисом Гребивчиком, Кумандоровичем и Шушка в 30-е годы он отправится в США и Канаду, чтобы выколачивать деньги из американцев. И вы не поймите, не так, он будет реально их выколачивать. В ноябре 1938 года в Нью-Йорке разразится скандал. Это будет скандал, подхваченный средствами массовой информации. Ведь полиция и ФБР найдут виновника таинственного исчезновения американских граждан. Они будут похищать американцев. И это не поляков, не русских, просто американцев, которые ничего им не сделали. И требовать за них выкуп. Ну, заниматься, просто говоря, бандитизмом. Один из этих чудом спасшихся американцев потом расскажет. Это будет Норман Мюллер. Он укажет на дом, в котором похитили, подвергали его пыткам, требуя выкуп в сумме 15 тысяч долларов. Оказалось, что эта камера пыток находилась в помещении Украинского национального центра, именовавшегося обществом взаимопомощи. Вот представьте себе, это общество национальной взаимопомощи украинцев, а там подвал с пыточной камерой сидит. Причем там даже нашли обугленный останк какого-то непонятного американца. Ну, типа вывеска общества взаимопомощи, а внутри там пыточные камеры. Типичная, как говорится, ламповая атмосфера. В ней были обнаружены пулемет германского производства. Ну, оммаж Германии, конечно же. И другие огнестрельные орудия, а также обугленные человеческие останки. Как выяснилось, это были останки умершего под пытками другого американского гражданина Артура Фрида. Похитители и убийцы оказались длительное время проживающими в США Дмитрием Гугом, Иосифом Сокодой, Василием Декниксом и Дмитрием Варга. Все они были членами создателей, созданной Синником Гребевским, организацией державного возрождения Украины, Занимающейся не только шпионажем в пользу нацистской Германии, но и сбором денежных средств на нужды ООН. Незаконно облагая налогом эмигрантов украинцев. Да, кстати говоря, украинцы, приезжающие в Америку, они тоже были как бы под колпаком этой ООН. Украинец приезжает в Америку, и ты плати дань. Хороший ты ведь украинец, ты ведь хороший украинец, ты ведь неплохой украинец, ты паспорт хорошего украинца. Хочешь, надо заплатить за паспорт хорошего украинца. На этом они тоже спекулировали. Более солидная сумма они получают от родственников похищенных жертв, а в случае отказа убивали этих несчастных. Я хочу привести несколько примеров, они довольно интересны, потому что это было бы с моей позиции, наверное, несправедливо забывать о американской истории ООН. Американская история ООН довольно любопытна. Вот, например, в ходе следствия по делу Майка Сейера и Альберта Канна, они написали целую там, там, большую книжку «Тайна войны против Америки», они вскрывали довольно любопытные детали. Дмитрий Гула совместно с сообщниками занимался сбором денежных средств в казну ООН путем страхования людей на большие суммы, затем застрахованных людей убивали и получали за них страховку. Так, например, были получены деньги в 30-м году от унаследованной деньги, 2000 долларов, за поле Келлигера, сгоревшего при невыясненных обстоятельствах. Возможно, поле Келлигер в том же подвале был сожжен. А также в январе 31-го года страховая компания выплатила Гуле страховку за человека, убитого неизвестными лицами. Через полгода он получил страховку в сумме 35 тысяч долларов за рабочего Повольского, погибшего при случайном на езде автомобиля. Один только Кузев избежал участи быть схваченным, потому что он оказался в тот момент под арестом его начальника, и он сумел сбежать. Кроме Артура Фрида, банда этих украинских ОУНовцев в Америке также задерживала других американцев, в частности, Файбера и Миллера. Файбер похищен был 18 апреля 1938 года, когда выходил из помещения городского банка в Нью-Йорке. Ему скрутили руки, завязали глаза и доставили в помещение ООДВУ, где заставили написать родственникам послание с просьбой прислать 25 тысяч долларов. Родственники собрали лишь десятую часть этой суммы, но этих денег, к счастью, хватило, чтобы бандиты отпустили Файбера на свободу, пригрозив убийством в случае обращения в полицию. 19-летний Уильям Миллер похищен на Лонг-Калленде вместе со своим приятелем. Их тоже привезли в резиденцию ОДПУ, где Миллера закрыли в одной из комнат, а его товарищи отпустили с условием, что он будет посредником в переговорах с родителями похищенного. Родители Миллера были вынуждены заплатить шантажистам 13 тысяч долларов. Собственно, теперь мы должны перейти потихонечку к УПА. Время у нас уходит, время остается всем немножечко. Я прошу вас помочь нам донатами. Если мы не сможем собрать эту сумму, стрим будет удален. Я не буду никакой жалости испытывать к тому, что этот контент не будет никому виден и никуда не просочиться. Это, в общем-то, для меня не важно. Но важно, думаю, для вас. Поэтому донатьте, если вам хочется, потому что мы переходим к УПА. Я могу говорить долго и подробно, но у меня желания нету, ведь донатов нету. Я смотрю на полоску, она нулевая. Я не буду говорить подробно. Опустим многие подробности, сочные детали. Будем скучно говорить. Вы сами, собственно говоря, заплатили сейчас за то, чтобы мы очень сухо об этом сказали. Поэтому будем говорить сухо. Итак, как вообще формировалась украинская повстанческая армия? Насколько правдивы слухи о том, что она спонсировалась в Германии? Скажем так, организация, она с 40-х и 41-х годов, номинально расколовшись на две фракции, изымала средства вот таким способом из американских банкиров, немножечко сосала из Германии бюджета, и вместе с этим она пыталась на кого-то опереться, чтобы раздобыть оружие. Ну, пытались они раздобыть оружие в разных движениях. В конце концов, благодаря поддержке Германии, это оружие сумели заполучить. Вообще, до того момента, когда войска советские отступили с территории Западной Украины, и перед приходом немецких частей вермахта на эту территорию, предполагалось ОУНБ захватить территории раньше прихода немцев, и под фактом сложившихся обстоятельств признания новой государственности, поставить их перед сложившейся украинской нацией. План был надежен, как швейцарские часы, провален в первые же секунды. И вот интересный документ 1941 года. Это публикация документа, указание для первых дней организации государственной жизни. Это движение ОУН Бандеры, которое издавало документ, как организовывать украинское движение на первых порах при приходе уже на территорию Советского Союза. Напомню, что именно в этот момент на территории Советского Союза действовали не только партизаны ОУНБ, но и ОНМ вместе с вермахтом и рядом других националистических движений, сопутствующих помощников из других стран Восточной Европы. Поэтому все было очень-очень непросто. Вот документ. Я снова подчеркну, это документ не какой-то, как сказать, это не советский документ, это именно украинский документ. Он находится сейчас в Государственном отраслевом архиве Службы безопасности Украины, фонд 13, дело 376, том 6, лист 294, 302. Опубликован он был впервые в сборнике документов ОУН в 41-м году. Документы Киев 2006 год. Я удивлен, почему Киев публикует вообще эти документы. Я полагаю, что никто их не читает просто. Но давайте мы почитаем. Итак, указания для первых дней организации государственной жизни. Готовы? Как говорил Задорнов, вы готовы, дети? Наберите воздух в грудь. Готовы, да? Вдохнули? Сели? Молодцы. Сели все? Все сели? Сейчас поговорим, как Степан Бандера хотел создать свою Украину уже в 41-м году. Все готовы? Молодцы. Итак, первое. Общее направление политики ОУН на отдельных направлениях организации жизненного уклада. Критерии перестройки жизненного уклада. ОУН добивается того, чтобы революционным путем овладеть и перестроить все стороны жизненного уклада в соответствии с потребностями украинского народа. Утверждение суверенности украинского государства – единственный источник изменений в государственном устройстве и обществе. Форма государственной власти – военно-политическая диктатура ОУН. Вопрос государственной власти разрешается в этот период следующим образом. А. Во время боев будет осуществляться верховная власть ОУН, которая переходит тогда на военное основание, то есть военно-политическая диктатура ОУН как система власти. Организация ОУН на вождистском принципе отрицает любые демократические установки и отдает принятие решений в руки единого руководителя, а не группы. Поэтому полнота власти основных территориальных единиц, до того, как они будут включены в систему централизованной власти, будет сосредоточена в руках руководителей данной территориальной единицы. И вот тут, что называется, подпунктик, мой любимый – это политика в отношении меньшинств. Да, национальные меньшинства поделяются на два рода. Я хочу, чтобы этот момент вы приняли как исторический. Это не попытка кого-то оскорбить или обидеть. Это просто цитирование исторического документа. Поэтому все мои слова будут адресованы только истории, как ознакомительному, образовательному контенту. Политика в отношении меньшинств. Пункт шестнадцатый. Национальные меньшинства подразделяются на Дружественное нам, то есть члены всех порабощенных народов. Б. Враждебное нам. Москали, поляки, жиды. А. Имеют одинаковые права с украинцами, могут возвратиться на свою родину. Б. И вот тут вы можете сами увидеть, что с ними происходит. Группа А. Могут одинаковые права в украинских землях? Буква Б. А вот что с буквой Б происходит? Уничтожаются в борьбе, кроме тех, кто защищает режим, переселенные на их земли, уничтоженные прежде всего интеллигенцией, которые нельзя допускать ни до каких правительственных учреждений. И вообще сделать невозможным появление интеллигенции в них, то есть доступ из школы и так далее. Например, так называемых польских селян необходимо ассимилировать, а в северных их тем более это горячее полное фанатизма время, что они украинцы только латинского обряда. Еще раз, поляков надо убедить в том, что они украинцы только латинского обряда, насильно ассимилированные. Руководителей уничтожать, жидов изолировать, убрать из правительственных учреждений, чтобы избежать саботажа тем более москалей и поляков. Если бы была непреодолимая необходимость оставить в хозяйственном аппарате жида, поставить над ним нашего милиционера и ликвидировать за малейшую провинность. Руководителем отдельных областей жизни могут быть лишь украинцы, а не чужестранцы враги. Ассимиляция жидов исключается. Цитата по этому документу. 17 пункт идет дальше. Это общие памятки. А. Наша власть должна быть страшной для ее врагов, террор для врагов, чужаков и прочих предателей, творческая свобода, дыхание новых идей украинцам, жизнями своей земли, которые должны проявляться в каждом действии, в каждом шагу. К труду нужно привлекать всех украинцев, честных патриотов, работников, над которыми мы понимаем не только украинских рабочих, но и творческих украинцев. Никаких социально-классовых критериев, но только национальных. Вот, собственно говоря, и начало. Самые первые явления принадлежат, в общем-то, организованных во Львове и сопредельных с ним частях Галиции, где действительно уже были ячейки. Сразу после начала войны живенько они подготовили приезд немцев. И некоторые города были заняты еще до прихода войск вермахта. Вот, например, один из них, пожалуйста, хорошая фотография. Это начало объявления независимости так называемым актом провозглашения украинского государства, подготовленный для въезда немецких частей, где уже, встречая немецкие части, украинцы готовятся провозгласить свою державу. Вот вы можете прочитать эту цитату тут. Да здравствует Гитлер слова Петлюрови, слава Бандере, пусть живет наша великая держава, да, да, и пусть живет наш вождь Бандера. Вот так выглядела эта демонстрация. Кстати говоря, в феврале еще 41-го года генерал Браухич, начальник штаба Абвера, адмирал Вильгельм Канарис и руководитель ОУН Степан Бандера обсудили ситуацию в Советском Союзе. Они договорились об обучении 800 кандидатов из старшин и надеялись заключить договор на создание ядра связи с вермахтом для координации действий. Трудно сказать, что думали об этом немцы, но по последующим развитием событий становится видно, что речь шла об обычном диверсионном подразделении, а не о создании армии. А вот теперь вы должны мне сказать, кто придумал использовать их как коллаборантов. Ведь, поверьте мне, и это так, никакой Степан Бандера и, собственно, его приспешники внутри Украины ОУНБ не считали себя коллаборантами. Но кто придумал их как коллаборантов? В реальности это были такие ребята, которые воевали. Воевали, пока было успешно на одной стороне, а когда стало неуспешно на другой стороне. Это, в принципе, коллаборантам нельзя назвать. Коллаборанты убегали с теми, с кем они сражались. Сражались, а ОУН была, и это вот самая неудобная правда, пока побеждала Германия на стороне Германии. Когда Германия перестала побеждать, сразу была на своей стороне против Германии. То есть, даже коллаборантами, это, вот, запомните, никогда нельзя называть бандеровцев коллаборантами. Они не коллаборанты. Коллаборанты преданы своим хозяевам, коллаборанты служат своим хозяевам. А вот эти люди даже своим хозяевам не были верны. Они даже кормящей руке не были верны. Они были верны разве что только обстоятельствам, которые не позволили бы им в лагеря загреметь. И когда была возможность воевать с победившей Германией, они воевали. Когда Германия начала, мягко скажем, не побеждать, тогда сразу поменялось всё. Резко так. Как думаете, кто в конце концов решил дать им шанс? Шанс был дан в 942 году только. До этого времени существовал так называемый Акт Украинского государства 41-го года. И известная фотография, которая муссируется в наших соцсетях и везде, где только можно, это празднование в Бучаче, одно из таких самостийных празднований учреждёнными организациями ООН, при встрече в воде немецких войск. Да, там находится свастика, но мы её не покажем, потому что, ну мало ли что, мы осуждаем. Это город, в который нацисты входили и встретили там уже подготовленный парад украинского диверсионного отряда. Законодательное собрание, кстати говоря, западноукраинских земель, в том числе и ООН УМБ, приняло вот такой акт, он был обубликован в украинской информативной газете, информационном бюллетене. Но этот акт был очень быстро дезавуирован Германией, потому что она не хотела никакой независимой Украины в своём составе. Только вечером 30 июня 41-го года во Львове Ярослав Стецко произнёс эту речь, в которой заявил о независимом государстве, а к ночи майор Цур-Айкерн и капитан Кох отменили его. Ну, как говорится, мы погорячились. Но, но, кто дал шанс? Давайте, давайте назовём этого человека из нацистского окружения, которому обязан Степан Бандера. Кто? Вы удивитесь, кто? Ротовал за украинскую государственность. Вообще никто не ротовал, кроме этого человека, и даже за русскую государственность в составе Третьего Рейха. Кто? Кто этот нацистский бонза? Нацистских бонз было немного. Просто перечислите их, и вы попадёте в кого-нибудь точно. Так, давайте. О, Борман, Мурат, вы меня радуете. Сегодня вы уже дважды победили, прям попали в цель. Борман, Мартин Борман. Да, да, именно Мартин Борман. Это главный рейхсляйтер Третьего Рейха. Собственно, главный управитель Гао-округов, который хотел создать у себя ещё больше Гао-округов. Действительно. Да, вместе с этим Кох согласился с Цур-Айкерном, взял слово для пояснения ситуации с этой невероятной государственностью и заявил, что идёт война, не время заниматься политикой. Исключительно немецкий вермахт может отдавать приказы, требования времени работать и повиноваться. Профессор Кох закончил словами выступления Зиг Хайм. Вместе с этим в адрес фюрера, и он распустил собрание. Так что формально эта организация была упразднена. Формально её не существовало, фактически она была, но никто не признавал, конечно же, украинской государственность в составе Германии. Никто, никто не хотел. Стецко зачитал от Бандеры послание с провозглашением этого государства и передал негодование. Негодование от немцев. Как вы, немцы, не можете понять, что только способная и сильная Украина поможет вам победить Советский Союз? Ну, собственно говоря, давайте почитаем этот документ. Почитаем документы, если донатов не будет, я за это закрою стримы, мы закончим лекцию, давайте так. Я думаю, вам неинтересна эта тема, поэтому давайте на этом документе мы закончим эту нашу тему, потому что, ну, в принципе, апогеи мы уже прошли, самое время снижаться. Итак, документ называется «Акт о провозглашении украинского государства». Написан он в июне 41-го года. Первое. Воли украинского народа, организация националистов под руководством Степана Бандеры, провозглашает создание украинского государства, на которое положили свои головы целое поколение лучших сынов Украины. Организация украинских националистов, которая под руководством ее создателя и вождя Евгения Коновальца, вела в последние десятилетия краевого московско-большевистского провощения упорную борьбу за свободу, призывает весь украинский народ не сложить оружие до тех пор, пока их всех украинских землях не будет создана северная, суверенная украинская власть. Суверенная украинская власть обеспечит украинскому народу покой и порядок, всестороннее развитие всех его сил и удовлетворение всех его нужд. Второе. На западных землях Украины создается украинская власть, которая подчинится украинскому национальному правительству, что будет создана в столице Украины Киеве. 3. Нововостоющее украинское государство будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации. Украинская национальная революционная армия, которая создается на украинской земле, будет бороться дальше с союзной немецкой армией против московской оккупации за суверенное соборное государство и новый порядок во всем мире. Да здравствует суверенное соборное украинское государство, да здравствует организация украинских националистов, да здравствует руководитель организации украинских националистов и украинского народа Степан Бандера. Вот заканчивается текст. Ну а теперь, господа, давайте начнем наш стрим. Продолжим нашу лекцию с того момента, где мы закончили. Я уже рассказал о том, какие были основные положения этой новой государственности, какой акт о суверенитете был принят в 1941 году. Что же последовало дальше? Любопытные перипетии, связанные с агентом, который был, ну, то ли подпольным нашим, то ли подпольным немецким, но он дал много информации о существующем тогда украинском режиме в руки иностранных разведок. Этот агент носил кодовую кличку Ярослав, и вот, кстати говоря, этот проект украинского акта был тоже им доставлен. Вот, собственно говоря, девиз, между прочим, этой новой державной государственности заканчивался «Слава Украине! Героям слава!». Вот тут оно написано здесь, над печатью здесь написан. Этот девиз, собственно, нас возвращает к той самой бандеровской государственности. Девиз и лозунг он оттуда. Так вот, агент Ярослав, о котором я говорил, это завербованная, очевидно, какой-то разведкой внутри самого этого организационного ядра боевой ячейки ОУНУПА, докладывал о состоянии изнутри. И тем вообще его доклады интересны. Он докладывал о конференциях, которые проводили ОУНУПА во время войны, и докладывал о юридических актах, которые они так или иначе проводили в жизни. В одном из таких актов, это любопытное, собрание 42-го года, конца 42-го года, когда украинская повстанческая армия была, ну, уже юридически оформлена, она была оформлена 14 октября 42-го года в Волыни официально, а вот уже попозже, в ноябре, в декабре 42-го года, она начала делать странные вещи. Давайте почитаем, что. Это была конференция вторая, конференция украинской повстанческой армии. Агент Ярослав, который прислал протоколы этой конференции, скрывался под кодовым именем. Кодовое имя то ли Тетерев, то ли Лебедь, но мы не знаем конкретно. Вот этот агент докладывал. Конференцию открыл проводник ОУН Орест Николай, который заявил, что данную конференцию он созвал по настоянию военных референтов ОУН. Конференция такого рода созывается впервые, так как до настоящего времени никто не обращал особого внимания на военную работу ОУН. Сейчас идет мировая война, и уже для всех нас стало очевидным, что немцы войну проиграют. К вопросу о том, понимали ли они, что их дело обречено или нет. Они, как самая большая в мире сила милитаризма, действуя молниеносно, пришли в тупик, хотя дошли до Ленинграда, Москвы и Сталинграда. Тут уже, по сути говоря, идет констатация фактов. Что нам делать дальше? По сути, уже с 1942 года, действительно, украинская повстанческая армия начинает смотреть уже против хозяина, против того, кто создал эту организацию и помогал ей. Ясно, что немцы Англию и США не победят. Не победят и Советский Союз. Из этого следует логический вывод, что большевики придут и сюда, займут все украинские земли, и потому необходимо подготовиться к войне с ними. В связи с этим, военный вопрос ОУН, как самый важный, становится на первое место. И он лично для меня, как проводник, даст приказ подчинения ему организациям доставить военную работу на должную высоту. Вот так начинается эта конференция. Конференция довольно мрачная. Что надо делать дальше? Принимается решение воевать против Советского Союза, чтобы какой-то, не знаю, выкарабкать время. Тут даже нет объяснения. Договориться с союзниками, что ли? Ну, тоже нет объяснения, что этим самым они хотели добиться. Исходя из того, что главный фронт при распаде Германии и СССР будет на северо-востоке, продолжают дальше они, то есть на линии Мозер-Воронеж-Ростов, необходимо так подготовить мобилизацию украинского народа, чтобы главные силы были направлены туда. Для чего? Вот предполагалось, что фронт рухнет, и на этом разрушенном фронте создадут Украину. На линии Мозер-Воронеж-Ростов. Бедный Воронеж. Бедный Воронеж. Как всегда. Он везде неприкаянный. Основанием этой концепции является, Россия будет расчленена в результате ударов внешнего врага англо-саксонцев или Японии. Но, как говорится, реальная оценка ситуации тут, в стане УПА всегда реальная оценка ситуации была. Считалось, что вот-вот-вот-вот Россия распадется, понимаете, она распадется. Вот сейчас наша нынешняя интеллигенция, мягко скажем, продолжает ту же самую роль, что-то хочется даже сравнить ее с какими-то близкими ей по духу высказываниями. Вот похоже что-то, я слышу, похоже очень близко. Распадется. Потому что с востока Япония развалит, а с запада англо-саксы. Вот в копилочку моих личных фетишей я бы добавил англо-саксонский заговор. Англо-саксы, даже у украинцев англо-саксы. Которые будут бороться за свою самостоятельность. В то же время хорошо известно, что Россия, красная или белая, пошлет на Украину свои вооруженные силы для спасения своей жизни, так как ей нужен хлеб и Донбасс. Но это потребует 2-3 месяца, а в это время украинские вооруженные силы должны уже сами выйти на указанную выше линию Мозер-Воронеж-Ростов, опираясь на леса и болота Полесье, Черниговской и Сумской областей. Итак, решение этого съезда таковы. В связи с тем, что Англия и Америка, безусловно, выиграют войну, необходимо через членов ОУН и симпатантов, имеющих влияние организовать представительство в тех странах, которые будут проводить всеми способами агитацию за самостоятельную Украину, наши воинские подразделения. Главным аргументом должно быть то, что самостоятельная Украина является главным фактором, который будет ослаблять Россию, а тем самым Россия не сможет конкурировать в Азии с англичанами и американцами. Равная Украина станет заборщиком английских фабричных товаров. Об этом говорится напрямую. А вот взамен чего? И знаете, как смешно, немножко иронично в наши дни это читать, да? А взамен, ну, а как англичане и американцы, с чего вдруг они поддержат нашу государство? А взамен мы превратим свою страну, Украину, в заборщика английских фабричных товаров. Ну, то есть, мы отдадим на свой рынок национализм, державничество, империя. Ну, кстати, я подчеркну еще раз, что с национализмом УПА имеет очень мало общего. Это имперство, это державничество, никакого национализма тут не пахнет. Сдать Британии свой рынок, чтобы она только подтвердила нашу независимость и нагадить, нагадить кому-то, только не себе, да? Жить хорошо себе это не надо. В Америке проводить агитацию среди украинских эмигрантов, которые имеют свои представительства в парламентах штатов и союзном парламенте. В Польше через своих пропагандистов обратить внимание, что их смертельным врагом есть немцы, которые постепенно колонизируют их земли. Обещать полякам? Что вы думаете обещать полякам? Вот идея великого ОУН и дальше уже наследника УПА. Что отдадим полякам? Что бы вы отдали полякам? Тут тоже, собственно, одно из решений 42-го года, что нам нужно делать дальше с поляками. Вот полякам нужно отдать. Что отдать полякам? Донбасс. Ну, не так далеко. Ну, не так далеко. Трактор. Часть земель. Правильно. Какие именно земли? Собственно, любители ОУН УПА забывают про то, что любители ОУН УПА отдавали территории Польши, отдавали территории сопредельным странам, только бы свою независимость сохранить. Да, вы правы. Отдавать Галицию и Волынь, чтобы этим ослабить их чин на восток. Указывать полякам на смертельную угрозу для них и украинцев от восточных и западных соседей. В результате поляки не будут страшным врагом, так как, будучи заняты борьбой с немцами, которые уже колонизируют их земли, по Лотц, Литцманштадт. Лотц теперь будет Литцманштадт. Ну, собственно говоря, идеи понятны, друзья мои. Идеи очевидны. И вот с этими мыслями, мало только сказать, верно, надо еще реализовать. Начинает украинская повстанческая армия в 43-м году, начиная с 43-го года после поражения немцев под Сталинградом, военные действия против немцев. Печальной реальностью сложившейся действительности является то, что украинская повстанческая армия никогда не была коллаборантом, в привычном смысле слова. Потому что коллаборация предполагает какую-то взаимную преданность. Украинская повстанческая армия никогда не была предана никому. Кроме себя. И когда Германия побеждала, украинская повстанческая армия была на стороне Германии. Но когда Германия стала проигрывать, и это было очевидно, она встала против Германии, надеясь тем выбить себе будущее перед Англией и Францией, перед Соединёнными Штатами, но и воюя против Советского Союза. Да, правы те, кто говорят, что эта организация воевала и против тех, и против этих. Но тут нужно сделать момент один. Она воевала против Советского Союза всегда, а против Германии только с 43-го года, когда они стали проигрывать. Непонятно, что было бы, если мы не проиграли. И вот, собственно, результаты их деятельности фиксируют два человека. Это Эри Кох и Альфред Шоне, которые, собственно, и руководили тогда территорией оккупированной Украины. И они ставили замечательные доклады о действии украинских партизан. Вот в Федеральном архиве Берлина, в Бундесархиве ФРГ, например, хранится такое донесение из занятых восточных областей Нацистской службы безопасности 10 марта 43-го года. Общая деятельность банд в последние недели исключительно выросла. В Генеральном округе Волынь-Подоле национал-украинская банда развивает особенную активность. Многочисленные нападения на территории восточной шоссе Ровня-Луцк проводят в большинстве своем члены этой банды. В возвращающемся массе увеличиваются случаи, когда охранные казачьи части с оружием в руках переходят к бандам. Так перешла, например, действовавшая в Цумане казачья сотня после сожжения спиртзавода в расположенной рядом банде. 55 членов охранных формирований оставили находящийся в Березино охранный батальон с тремя легкими пулеметами и личным оружием вошли в банду. В сообщении за подписью главы Эрика Хоха заключение. На Волыне только лишь две области можно рассматривать как свободные от банд. Особенно опасно выступление национально-украинских банд в области Кременец, Дубна, Костополь, Ровно. Национально-украинские банды в ночь с 20 на 21 марта напали на все без исключения местные сельскохозяйственные учреждения в области Кременец и при этом полностью уничтожили одно учреждение без остатка. 12 немцев работая в сельском хозяйстве, лесники, солдаты и полицейские лишились при этом жизни. Несмотря на то, что полицейские и военные были мгновенно передоставлены в распоряжение, до настоящего момента заняты вновь только два района. Свобода передвижения для руководителей сельского хозяйства в этой области все еще не восстановлена. 5 июня 43 года генеральный комиссар округа Волынь Шоне заявляет на совещании в Ровно перед главой восточных провинций Розенбергом. Украинские националисты причиняют большие сложности, нежели большевистские банды. Командир отряда уже советских партизан докладывает Тимофеев Старокач. 25 марта вырубано, в документе именно так написано, вырубано, то есть уничтожено, население и сожжены пункты Зауполье, Галиновск, Марьяновка, Перезаляска и другие. 29 марта в Галиновке зарублено 18 человек. Это, как бы, понимаете, деятельность украинской повстанческой армии. Добрый, как говорится, несущий свет украинская армия. Но некоторые, правда, крестьяне сопротивлялись ее политике, поэтому были зарублены. В том числе в селе Поляку врачу Щепкину, жену его, члена подпольной организации, привела бандеровцев. Они отрезали врачу уши, нос вырвали и начали сечь на куски. В селе Пунденки расстреляно до 50 поляков. Ближайшая задача националистов – полное уничтожение поляков на территории Украины. В Цуманском районе перед сотней национальной армии поставлена задача уничтожить поляков и все их население и пункты сжечь вплоть до 15 апреля. То есть, понимаете, почему я говорю, что национализм – это только условный национализм. Даже это не фашизм и это не нацизм. Это усташизм. Это стальная гвардия, железная гвардия Кадриану. Это именно вот такая управляющаяся хаотическая машина террора. Это не фабрики смерти, это не концентрационные лагеря. Это вот приходит в деревню и начинает стрелять. Это напоминает Пол Пота. Это напоминает, друзья мои, Кадриану, Корнелию Кадриану. Это напоминает вот ранних усташей. Это вот все просто является неуправляемой массой. Примерно, кстати, с этого времени мы фиксируем, что даже нападки на немцев постепенно прекращаются. Начинаются нападки на поляков. То есть управлять, очевидно, стало трудно этим армейским соединением. И оно начало просто мародерствовать, грабить. Оно потеряло боевой моральный дух и подразложилось. Поэтому так мало говорят о последних днях УПА. Последние дни УПА вообще провели в невероятно жестоком моральном истощении. В упадничестве и мародерстве и убийствах. И, как я уже сказал, жестокого убийства человека, там, где разрезали уши, отрезали органы. Это все очень жутко. Это появление уже, проявление такого разлада, распада самой УПА. Для УПА антипольская акция стала самой массовой из всех, которые когда-либо проводились на восточных оккупированных областях. В ней было уничтожено до 100 тысяч жителей. Это жестокие, страшные цифры. Для повстанческой армии это чудовищные цифры. А основные потери повстанческая армия понесла уже Советским Союзом. И на советских условиях, на которых она пошла, последние годы существования, уже как фактическая организация, юридически она была упразднена, связаны с тем, что она боролась с Советским Союзом до конца. Вот тогда же был отдан приказ в подавляющем большинстве всей армии продолжать сопротивление. Не идти назад с немцами, а продолжать сопротивление, воевать против Советского Союза, партизанить до победы. Ну, соответственно, этим решением главного управления УУНУПА и привело к таким жутким потере. Собственно говоря, именно самый последний период, самый кровопролитный в ее истории, не случайно именно поэтому. Они даже попытались успокоить чехов, на территории которых вступили в это время, в 44-м, обещая им Закарпатскую Украину отдать. По важнейшим вопросам во внешней политике, они прямо-таки уже сдавали все, что только могли. В Румынии, чтобы избежать конфликта с Украиной, они попытались сократить фронт и за всякую цену избежать с ней конфликта. Поэтому отошли от границ с Румынией. Провод УУН, как гласил один из документов, должен обеспечить Мадьярам Закарпатскую Украину, Румынии Буковину и Бессарабию даже больше, лишь бы сократить фронт. То есть отдать, 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 только сократить фронт, урезать его, это последствия того решения о войне до конца. Очень важной проблемой также является установление хороших отношений с привалтийскими государствами, которые они пытались в последние дни осуществить. Ну, то есть формально-то они уже практически не существовали, как независимые, но попытались. Даже пытались не установить отношения с Кубанью и Доном. Так особое внимание, как писал один из документов, надо обратить на то, что кубанцев и донцев надо настроить против Москвы, говоря им, что Украина поможет им стать самостоятельными и будет снабжать их оружием. Большое внимание надо уделить Кавказу, документ 44-го года, понимаете, уже конец, но они думают о Кавказе. Народы воинственные и свободные, это кавказские народы, отрезать Москву от бакинской нефти и тем самым метео главным источником горючего. Турцию указывать на угрозу со стороны Москвы и потерю влияния на Черное море, наладить там покупку оружия и амуниции и через нее связаться со Средиземным морем. Это вот, друзья мои, 44-й, 45-й год. Это когда мы говорим, что Адольф Гитлер в своем бункере в конец войны уже смотрел на парады 40-х годов, 39-х. Мы забываем, что такой эффект наблюдался у всех перед концом. Они думали о Великой империи, они продолжали думать о Великой империи, несмотря на все это. Из показаний бывшего начальника отдела Абвера Эрвина Штольца от 15 октября 46-го года мы узнаем интересные подробности. После оккупации Львова германскими войсками Бандера своим штабом переехал во Львов и без ведома германских властей, в том числе и Абвера, объявил об организации самостоятельного украинского правительства. Поскольку действия Бандеры противоречили планам германского правительства, отнюдь не намеревавшегося предоставлять украинцам независимость, не говоря уже об украинском народе, даже тени самостоятельности, Канарис предложил мне прекратить сотрудничество с Бандерой. Об этом я заявил ему, сказал, что его самовольные политические мероприятия свидетельствуют о нелояльном отношении к Германии. Бандера оправдывался, утверждая, что он стремится принести пользу Германии. Но после этой встречи дальнейшая связь с ним была прекращена. Спустя некоторое время Бандера был арестован в гестапо и, как не позднее сообщил командующий добровольческими соединениями германской армии генерал Бёстринг, в январе 1945 Бандера был освобожден и привлекался к Кёстрингам для выполнения каких-то мне неизвестных поручений. Для правильного связи с Бандерой был использован факт, что последний в строковом году получил от Абвера большую сумму денег для формирования подполья в целях организации подрывной деятельности. И эти средства... Итак, давайте представим себя Бандерой. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан... Этот человек попросил денег. Я уважаю тех людей, кто просит денег. Мы совсем недавно выколачивали из вас донаты. Как-то было больно мне. Итак, вот тут заявляет, понимаете, начальник управления 2-го отдела Абвера Штольца. Бандера попросил денег на организацию подполья. Наша война проиграна, но борьба продолжается. Дайте сколько нужно денег. Ну давай, ну помелочь, ну будь ласка, дай чуть-чуть денужек. Денужек нужно, денужек. Деньги были даны. Что с ними стало? Деньги были даны. Что с ними стало? Он взял деньги в целях организации подрывной деятельности. Мы победим! Слава! Слава у хруины! Как вы думаете, куда деньги попали? Куда они были потрачены? Ну угадайте, куда? Как говорят, просто нет, это не значит нет. Деньги никуда не исчезают. Деньги любят счет. Да, дайте донат. В куда они делись? Он забрал их себе, вы правы. Вот так и пишет Штольц. Эти средства он пытался присвоить и перевел в один из швейцарских банков, откуда они нами были изъяты и снова возвращены Бандере. Революция, революция, но деньги в швейцарском банке, это деньги в швейцарском банке. Тем более Бандер это особенно не участвовал в боевых действиях, он сидел в Зетцинхаузене, а потом в другой тюрьме на Альбертстрасс. Вот там, в страшной тюрьме треугольной он там сидел, отдыхал культурно душой и телом. И под конец уже правления, ну формального, да, своим организационным подпольем он жестокой ненавистью отзывался обо всех. 5 октября 1944 года Бандера даже имел встречу с шефом главного бюро СС генералом Готлобом Бергеном. И в этом разговоре речь шла о понимании гитлеровцев с ОУН. Потом Бергер оставил воспоминания, вот что он написал. Бандера это неудобный, упрямый, фанатичный славянин. Своей идее он предан до последнего. На данном этапе чрезвычайно ценен для нас, после опасен. Ненавидит точно так же русских, как и немцев. Почти незадолго до самого конца и почти одновременно с Мельниковым он вышел из концентрационного лагеря. Уже раскололи свою фракцию на две. Первую оставил за собой, вторую отдал на откуп леву Рэббету. Это заграничная организация ОУН. В общем, она работала с американскими спецслужбами, а он с самыми радикальными британскими спецслужбами. Кстати, киллер убил того самого Рэббета в 1957 году, а Бандеру в 1959. Мельник, кстати, дожил в эмиграции. Ему больше повезло. Да, Мельнику больше повезло. И успешно там пожил неплохо. До конца даже советской оттепели. ОУН угасла постепенно сама собой. Две остальные фракции, однако же, безбедно существовали. И поныне в 2013 году бандеровцы и мельниковцы даже объявили о соединении и номинальном примирении. Ну, то есть, те организации за рубежом, которые были мельниковцы и бандерамцами. А вот теперь начинается та история, которую вы, собственно, наверное, и хотели. Это история Стецко. Помните Ярослава Стецко? Это тот человек, который объявлял о независимости Украины во время оккупации немцев. Он дожил до самых-самых последних времен. И прямо, 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 чуть-чуть не дожил до развала Советского Союза. Зато дожила его жена. На площади, собственно, провозглашавшей независимость Украины, он провозглашал ее в умах и сердцах европейских дипломатов. Между прочим, сам Джордж, Джордж Буш, жал ему руку и даже открыточку прислал в своей фотографии. Вот этой вот самой. И затем, после Джорджа, это был Рональд Рейган, который был, собственно, он был удостоен визита к Рональду Рейгана. И там же антикоммунизм, любители всяческого консерватизма приятствовались. Надо сказать, что в Мюнхене он встретил свой конец. Мюнхень практически, чуть не доходя до перестройки, и оставил наследие своей жене Ярославе Стецкую. А вот Ярослава Стецкую дожила таки до развала Советского Союза. И в 1993-2003 годах она возглавляла парламентское крыло ОУН-Б, насколько вы знаете, Бандера, да, ОУН-Б, ОУН-Бандера, Конгресс Украинских Националистов, так называемый КУН. Да, тот самый КУН, который был в политике представлен Украины. Хоть и не так активно, он был там маргинальным меньшинством, но все-таки выступал. И выступала она с очень довольно таких радикальных позиций. Несколько лет наподряд открывала заседание высшего законодательного органа страны, как самый старый депутат, как матриарх этого парламента. Кстати, вежливо призрительно мельниковцы до сих пор относятся к современным членам движения правый сектор. Именно потому, что Ярослава Стецка, она считала этот правый сектор такой новомодной, новоязной, новодельной организацией. Олега Тегнебока так вообще они считали самозванцем, который претендует на не свое наследие. Но и, конечно, вместе с этим маргиналы, маргиналы политические, они все еще посмотрят на наследников, на этот комитет, конгресс украинских народов, как на прямого правоприемника КУНа. Стецка умерла, сейчас она, надо сказать, все-таки популярна еще, да, как жена того великого человека, кто объявил о независимости, но все больше появляется новых молодых лидеров украинского протеста, объявляющих себя наследниками ОУН. Но на самом деле единственный пока что это, конечно, конгресс украинских националистов, называемый КУНом, ну или ОУН-Б, по-другому, который сейчас в политике Украины не представлен. В парламенте, кажется, его нету, но он все-таки существует как организация. Вместе с какими-то одиозными кругами украинских националистов в изгнании и комитета ОУН-ЭЗ, то есть заграничный комитет, они так и не примирились. Причем мельниковцы только формально дружат с бандеровцами, а бандеровцы смотрят на мельниковцев свысока. Короче говоря, все еще раскол сохраняется и все еще они не любят друг друга по разным вопросам, которые похоронили вроде бы еще в начале 41-го года. Когда все воевали за одну сторону, но, как говорится, мир, наверное, размягчает больше, чем война, и сейчас нету единства в рядах ОУН-УПА. Вы спрашиваете, какое же было влияние на польские отношения ОУН-УПА после Второй мировой войны? Натянутые, мягко скажем. И вот сейчас отношение Польши к Украине, поверьте, не за ОУН-УПА такое. Украина отлично знает, что такое ОУН-УПА, и она прекрасно понимает, что они делали. Сейчас политика играет большую роль, чем какая-то национальная правда, но саму организацию в Польше не любят и не признают. И вообще, польская националистическая общественность, которой немало, выступает с такой позиции признания этой организации как запрещенной территории Польши. Пока еще не запрещена, но есть такая идея запретить такую организацию. Наследники идейные, по крайней мере, идейные, живут в той формуле, которую обозначил Стецко в начале описания акта о признании украинской независимости. Этот знаменитый девиз «Украине слава, героям слава» придуман все-таки бандеровцами. Движение, которое начиналось как круг единомышленников, в объединенных общей судьбой, устремленных на радикальное переустройство действительности, создание нового государства. Дожило до своего государства, оно создано. Украина существует. Будет ли оно национальным, будет ли оно историчным, будет ли оно хоть каким-нибудь целостным, покажет уже время. Ну а наши сегодняшние разговоры о том, насколько ли правомочно сейчас говорить о возрождении, ну или там, не знаю, реинкарнации отдельных областей ООН, я бы сказал только, наверное, в фантазиях и только в каких-то буйных головах сторонников правого сектора, потому что они не наследники. Они просто взращенные на этом, они прошедшие это свое время, они действительно в некотором роде восхищающиеся прошлым, но далеко не повторяющие его люди. Не надо помнить вот о них как, а именно о непосредственных наследниках. Сын за отца не отвечает, а уж самозванцы тем более не отвечают за свое наследие. Вот с этими словами я бы хотел, наверное, завершить наш разговор про эту удивительно богатую на исторические события тему и на позитивной, пожалуй, ноте. На позитивной хотелось завершить. Вот в 2010 году прошел парад ветеранов советских, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов ООН. Вместе они с цветами возлагали вот эти букеты на могилу какого-то солдата, неизвестного, а я уж не помню какого. И это была попытка примирения советских ветеранов и ветеранов ООН. Это, пожалуй, самый яркий какой-то момент примирения и самый яркий момент звезды такой вот восходящий, который мог как-то изменить ситуацию. И по-настоящему, по измененному состоянию, потому что люди сейчас находят в этом ООН, можно сказать, что сознание пытается измениться, изменяется в наших глазах, создается в некотором роде как реальность, которую мы видим сегодня. Спасибо большое за то, что вы были с нами, господа. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Спасибо.